Привет, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. В сегодняшнем выпуске рубрики Второй фронт мы поговорим с вами об очень своевременной поставке от Пентагона вооруженным силам Украины. Речь идет об американских броневиках The Guardian M1117, которые в количестве 250 единиц уже зашли, либо вот-вот зайдут в Украину. Почему я считаю, что вот именно это вооружение является, пожалуй, одним из самых важных вообще за все время военной помощи, которую оказывает Америка Украине? Дело в том, что эти броневики это нечто среднее между такими вот тяжелыми броневиками, как страйкер или даже танк, и легкими бронированными машинами типа Хамви. То есть нечто среднее, но при этом сочетающее в себе преимущество и легких, и наоборот тяжелых машин. У Guardian есть тяжелая пушка, диаметр 90 миллиметров. Согласитесь, это практически дуло танка, и это дуло может стрелять самыми разными боеприпасами, осколочно-фугасными, картечью, противотанковыми. А взгляните на эти мощные шасси, которые, в отличие от колес Ахаммера, смогут пройти по любому украинскому бездорожью сейчас, когда дожди заливают украинские поля, где окопались враги. С другой стороны, у него очень хорошая броня, которая выдержит даже прямое попадание противотанкового снаряда. С третьей стороны, эта броня может быть модифицирована, то есть укреплена, а она и без того достаточно крепкая. То есть в стандартном варианте эта броня действительно позволяет выдерживать очень тяжелые бои. С четвертой стороны, у этого броневика укреплено днище, которое предусмотрено специально для того, чтобы этот броневик мог ездить по очень заминированной местности. И если вот этим броневиком взорвется мина, мощность которой будет составлять более 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, то дно этой машины не пострадает, хотя могут быть уничтожены все покрышки. И этот броневик сможет, тем не менее, ехать дальше, а экипаж выживет. И надо иметь в виду, что те модификации и модернизации, которые претерпев вот этот броневик в последние годы, связаны были именно с тем, что он прошел очень хорошую обкатку в Афганистане и в Ираке. И производитель учел все прежние недостатки, недоработки и ошибки, которые сопутствовали вот этому броневику на заре его рождения. То есть, этот броневик прошел огонь и воду, прошел испытания войной. И вот теперь именно эти броневики получат Украины. А теперь представьте себе. Они, с одной стороны, легкие, маневренные, быстрые, а с другой стороны, очень укрепленные и с хорошим вооружением. Идеальная машина для контрнаступления, особенно по той местности, которая здорово заминирована. Ведь, как известно, российские оккупанты сейчас занимаются укреплениями своих позиций, поскольку строят одну за другой оборонительные линии, прекрасно понимая, что вооруженные силы Украины скоро будут сметать все на своем пути и прямо сейчас они размягчают оборону россиян. Разумеется, минные поля это одно из самых главных средств противодействия, на которые надеются россияне. Так вот, украинцы эту самую надежду русских оккупантов просто-напросто сомнут, как яичную скорлупу, с помощью вот этих самых броневиков, быстрых и решительных, которые задавят врага на оккупированной украинской земле. Итак, все, что вы хотите знать об броневиках М11-17 в этом ролике. Добро пожаловать. Американский страж. В последнем пакете американской военной помощи Украине указаны 250 бронированных машин М11-17 Guardian. Страж. Это очень своевременная и весьма полезная поставка для вооруженных сил Украины. Как мы с вами успели убедиться, за прошедшие месяцы Россия и Украина кардинальным образом различаются по стилю ведения наступательных операций. Так, Россия для начала месяцами утюжит планируемую к захвату территорию артиллерией, бомбами и ракетами, а затем просто занимает участок земли, от которого остались лишь дым и пепел. Украина действует прямо противоположным образом. Она старается свести возможные разрушения к минимуму, ведя быстрые, высокоманевренные операции сразу на большой территории с охватом крупных подразделений противника и с обходом городов и поселков. Украинцы стремятся избегать лобовых атак на хорошо укрепленные линии противника, применяя тактику, которую использовали американцы в ходе войны с режимом Саддама Хусейна. Мы подробнее уже останавливались на этой тактике в видеоролике, посвященном джипам Ханви. Бронированную машину М11-17 Guardian можно назвать старшим братом джипа Ханви. В самом деле, Страж более вместительный, экипаж из трех человек плюс семь человек личного состава, лучше вооруженный, защищенный и приспособленный для передвижения по бездорожью автомобиль. При всем моем уважении джипам Ханви, в условиях осеннего бездорожья бронированные машины М11-17 могут оказаться более актуальным выбором для небольших атакующих подразделений ВСУ. М11-17 Guardian, также обозначаемый как ASV, Hermit Security Vehicle, буквально бронированная машина безопасности, представляет собой бронетранспортер, который был создан на основе броневиков серий V-100 и V-150 командо. М11-17 Guardian был разработан в конце 1990-х годов для Корпуса военной полиции США. Первые прототипы появились в феврале 1997 года, а серийное производство бронированных машин М11-17 Guardian началось с 1999 года. Обратим особое внимание на тот факт, что М11-17 Guardian стал одной из первых военных машин США, которая была построена с использованием специального противоминного корпуса. После 2001 года подобная военная техника, принимаемая на вооружение армии США в Ираке и Афганистане, стала эффективным ответом Пентагона на всевозможные угрозы, исходящие от использования самодельных взрывных устройств террористами. Вооружение М11-17 Guardian состоит из 40-мм гранатомета МК-19 и 12,7-мм пулемета М2HB Browning, установленных на башне аналогичной той, которая используется на десантно-штурмовых машинах Корпуса морской пехоты США. Кроме того, Страж располагает легким 7,62-мм пулеметом М240H, устанавливаемым у люка наводчика. Одноместная башня Стража вращается на 360 градусов и обеспечивает угловое возвышение в 45 градусов. Бронированная машина М11-17 Guardian оснащена дневным и ночным прицелами. 40-мм гранатомет МК-19, расположенный на башне, имеет эффективный радиус обстрела в 1500 метров, а максимальный в 2200 метров. Бронированные машины М11-17 Guardian использовались Корпусом военной полиции США и подразделениями охраны конвоев в Ираке и Афганистане. Как мы уже отметили выше, Страж — это более хорошо защищенная и хорошо вооруженная альтернатива джипу М11-14 «Ханви», бронирование которого изначально не предусматривалось. При массе около 15 тонн бронетранспортер М11-17 легче, чем 20-тонный бронированный страйкер ICV или 25-тонная боевая машина пехоты М2 «Брэдли». М11-17 Guardian способен развивать скорость до 32 км в час за 7 секунд. Его ширина составляет всего 2,37 метра. Сравните этот параметр с 3,59 метра у боевой машины пехоты М2 «Брэдли». В бронированных машинах М11-17 Guardian используется усовершенствованный модульный расширяемый пакет брони от IBD Dyson Road Engineering, немецкой компании, специализирующейся на разработке брони для военной техники. Броня стража состоит из керамического композита снаружи и из противоосколочного вкладыша внутри. Эта броня предназначена для защиты от огня стрелкового оружия, мин и самодельных взрывных устройств. Броневые листы, расположенные под иглом, могут отражать попадание снарядов реактивных гранатометов. Даже если снаряд гранатомета попадет точно в корпус машины, она продолжит функционировать, хотя выживаемость экипажа будет зависеть от конкретного места, в которое ударил снаряд. Угловая броня более устойчива к атакам, чем вертикальная броня из-за формы V-образного корпуса, отражающего взрывную волну в отличие от классического одноплоскостного корпуса, который принимает на себя всю силу удара. V-образное днище броневика выдерживает подрыв мины массой 5,4 килограмма в тротиловом эквиваленте, а керамическая композитная броня обеспечивает защиту от 12,7-мм бронебойных пуль. Американские стражи в Ираке и Афганистане выдерживали сразу по нескольку атак. Известен случай, когда М1117 Guardian вернулся на базу, пройдя расстояние в 45 километров после того, как взрывное устройство уничтожило все четыре шины. Что касается химических и биологических атак, то система фильтрации воздуха от газов стража была разработана для обеспечения дополнительной защиты, но в настоящее время она не используется из-за отсутствия масок экипажа для этой системы. Отметим также, что М1117 Guardian пережил несколько инцидентов с опрокидыванием. Экипажу машины обеспечена более высокая выживаемость при переворачивании, так как башня полностью закрыта, защищая наводчика от катапультирования. Однако было по крайней мере два случая опрокидывания стража, в результате которых погибли два военнослужащих, когда башня отрывалась от корпуса машины. После этих инцидентов компания-производитель Текстрон добавила 15 дополнительных болтов к башне. Типичный профиль миссии броневика М1117 Guardian в Ираке и Афганистане включал в себя 50% пути по основным дорогам по шоссе, 30% пути по второстепенным дорогам и 20% пути по пересеченной местности. На броневике М1117 Guardian используется трансмиссия MD3560 Ellison. Независимая передняя и задняя подвеска обеспечивает плавное движение по шоссе со скоростью до 110 км в час. Машина способна преодолевать водные преграды глубиной до 1,52 метра, подъемы с уклоном в 60 градусов и боковые уклоны до 30 градусов. Радиус поворота стража составляет 8,4 метра, а дорожный просвет 46 сантиметров. Бронетранспортер М1117 Guardian оснащен двигателем Cummins 6CTA 8,3, мощностью 260 лошадиных сил. Запас хода машины составляет 644 км при скорости 64 км в час. Полная масса транспортного средства чуть более 18 тонн. На военно-транспортном самолете C-17 Globmaster 3 можно перевозить 6 М1117 Guardian, полностью загруженных и готовых к бою. Тяжелый вертолет CH-53E Superstallion способен перевести один бронетранспортер М1117. С принятием М1117 в качестве машины мобильной ударной группы MSFY Афганской национальной армии возрос спрос на системы вооружения гораздо большего калибра, установленные на том же шасси, что обеспечило бы мощную противотанковую и огневую поддержку. 22 октября 2013 года компания Textron предоставила новый вариант М1117 на ежегодной выставке AUSA. Эта модель, получившая название «Команда Select», была оснащена большой башней с 90-мм пушкой Cockerill MK3. 90-мм пушка может стрелять картечью фугасными, противотанковыми, бронебойными подкалиберными снарядами, способными уничтожить устаревшие основные боевые танки. Одним из преимуществ пушки низкого давления было то, что, несмотря на ее относительно большой калибр, ее можно было установить на транспортное средство массой всего 18 тонн. Новое вооружение также было оснащено дульным тормозом с одной перегородкой и концентрическим гидропружинным возвратным механизмом в стандартной комплектации, чтобы уменьшить давление, оказываемое на относительно легкой шасси. Афганистан немедленно заказал 50 машин «Команда Select» и предложил приобрести их в рамках программы зарубежных продаж FMS на гранты правительству США. Однако, поскольку 90-мм пушка и большинство компонентов башни были произведены в Бельгии, военные чиновники США заблокировали продажу до тех пор, пока они не смогут квалифицировать и одобрить эту конкретную комбинацию для экспорта через FMS. В 2014 году процесс закупок был приостановлен, когда США отменили финансирование продажи почти 300 MS-FY, включая 50 машин «Команда Select» Афганской национальной армии, сославшись на бюджетные ограничения. В то время американские военные еще не закончили испытания бельгийской системы вооружения, поэтому ни одна из машин «Команда Select» не была доставлена. Примерно в то же время Ирак запросил у компании «Текстрон» нераскрытое количество машин с 90-мм пушкой для своей продолжающейся кампании против ИГИЛ. В завершении этого краткого обзора стоит отметить, что бронетранспортер M1117 Guardian, как и джип «Хамви» выпускается в различных вариантах. Командная машина, эвакуационная машина, каждый бронетранспортер M1117 Guardian способен буксировать другой такой же броневик или джип «Хамви». Разведывательная машина, РСТА, скорая помощь, транспортная машина пехоты, ICY или APC. Этот вариант на 61 см длиннее, чем стандартный M1117 Guardian. ICY располагает небольшой башенкой для пулемета или гранатомета вместо полноформатной одноместной башни. Броневик может перевозить 8 военнослужащих. Боевая машина с улучшенным бронированием M1200 Эрмонд Кнайт. Мы не обладаем точной информацией, какие именно варианты бронированных машин M1117 Guardian получат вооруженные силы Украины. Скорее всего, речь в данном случае идет о поставках машин различной конфигурации. Впрочем, тут стоит вспомнить старую пословицу «Дареному коню в зубы не смотрят». Спасибо, друзья. Подпишитесь и при желании поддержите Украинскую армию, а также наш канал через ресурсы, ссылки, на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, банковский счет и прочее. Благодаря вот этой вашей помощи мы делаем эти материалы и повышаем их качество. До скорого.